Сегодня сделаю акцент на очень важной теме, какие же существуют протоколы при лечении рака молочной железы, какие необходимы нутрицептики и фитопрепараты. То есть такое общее обоснование, почему это все необходимо, и где этим занимаются, и какая главная причина, чтобы делать на этом акцент. Итак, почему после базового лечения рака молочной железы необходимы дополнительный протокол, который включает нутрицептики и фитопрепараты. Что я имею ввиду под базовым, то есть это применение химиотерапии, лучевой терапии, операции. Три основных метода. Дело в том, что вот эти три основных метода, они занимают всего лишь примерно 0,01% всего времени после вмешательства, после химии, лучевой терапии или операции. То есть вот эти все три воздействия, это очень короткий промежуток времени, когда идет, собственно, воздействие на опухоль. Остается длительное время после этих вмешательств, которое, получается, никак не затронуто противоопухолевым воздействием. Ну, здесь необходимо уточнить, что когда опухоль убрали, хирургически провели химиотерапию, лучшего, уже здесь возникает вопрос о том, как противостоять не возникновению самой опухоли, а противометастатическому действию. Потому что, собственно говоря, вся проблема в онкологии не появление самих опухолей. То есть есть достаточно эффективные методы их лечения. Получается, что основная проблема в метастазировании, причем это очень малоизученная и сейчас малопонятная проблема, поскольку вот сама опухоль иногда отличается от ее метастазов. То есть метастазы они могут иметь с точки зрения биохимии, с точки зрения биологии, некоторые другие свойства, другие рецепторы на метастазах и так далее. То есть основная задача после вот этих основных методов как-то профилактировать появление метастазов. И сейчас вот таких лекарств, особых каких-то методов, чтобы профилактировать метастазы, нет. И остается единственный метод повоздействовать. Это биологически активные вещества лекарственных растений, которые, конечно, обладают противоопухолими свойствами, не такими сильными, понятное дело, что их никогда мы не сравним с синтетическими препаратами. У них нет таких возможностей лекарственных растений. Достаточно такое мягкое действие. В этом как раз и плюс, что их можно назначать длительно, в отличие от химиотерапии, которую мы можем назначить только курсом. Поэтому вот это оставшееся время, оставшееся время, чрезвычайно важно провести его не просто так, да, скажем так, а именно сделать акцент на том, чтобы принимать какие-то препараты и нутрицептики. Итак, следующий фактор, то, что сама химиотерапия, сама лечевая терапия является онкогенными факторами. То есть сами по себе вот эти воздействия, они приводят к появлению опухолей. И поэтому фиттерапия, нутрицептики, есть с профилактическими противоопухолими свойствами. Их целесообразно применять до химио-лучевой терапии и после. Уже я не говорю о том, что есть некоторые очень интересные травы, которые могут повышать сенсибилизацию к химио-лучевой терапии. Группа растений. Вот тот же самый зверобой. Ведь известно, что зверобой... Везде написано, что не собирайте зверобой в солнечную погоду. Потому что если вы будете принимать зверобой, его действующие вещества становятся более активны при воздействии света. Это такой фотодинамический эффект. И такой фотодинамический эффект есть не только у зверобой, такая сенсибилизация, а у других растений. И они могут повысить чувствительность к химио-лучевой терапии. Это очень интересное, очень важное свойство. Следующий факт. Это по поводу рекомендаций. Потому что у нас какой-то, скажем так, взгляд на фитотерапию, нутрицептики, как некий маркетинг на продаже. И использование фитотерапии в онкологии, по сути дела, сводится к использованию народной медицины. Когда мы видим где-то сбор трав, которые используются при онкологии, и написано, обычно пишут, а зачем нам химио-лучевая терапия, давайте мы будем пить трав. То есть это такая крайняя степень, скажем так, неисследованности, некомпетентности. А на самом деле, ведь использованные фитотерапии и нутрицептики в онкологии уже давно являются стандартом. Не в России, пока что, но, по крайней мере, в США, под видом интегративной онкологии. Используются эти методы фитотерапии. И используются нутрицептики в Швейцарии, то есть во многих продвинутых странах. И необходимо отметить, что чем более развита страна в экономическом отношении, тем более вот эти методы фитотерапии, нутрицологии, в онкологии, они более изучены, являются стандартами. То есть сейчас уже нет такого, что провели химию, лучевую терапию, удалили опухоль, и человек идет. Все. На этом лечение заканчивается. Нет. Люди пытаются, научное сообщество натуропатов, выискивать действительно действующие вещества из растений, пытаются их очищать, обогащать, делать из них даже полусинтетические препараты, которые обладают противоонкологическими свойствами, которые потом человек может использовать после основных методов лечения. Это называется подход интегративной онкологии. Этот подход используется достаточно широко. Много исследований клинических, двойных, слепых, слепленных, то есть когда человек не знает, что он принимает, рандомизированных, высокого класса, огромное количество исследований проводится, и все это внедрено в практику. То есть это не является народной медициной, по крайней мере, как это у нас, да, фитотерапия, это лишь только народная медицина. Да, необходимо просто еще отметить, что на самом деле вот веществ, которые могут влиять на онкогенез, то есть уменьшать пролиферацию клеток опухолевых, их очень много. И очень хорошо, что среди этих веществ есть не только противоопухолевещества синтетические, а очень много естественных, натуральных веществ, да, из природных веществ. И вот по поводу направления внутридцологии и фитотерапии, какие сейчас есть на самом деле. То есть вот эта информация, она согласована с натуропатической онкологической ассоциацией, которая располагается в США. То есть они в своей практике все это используют на регулярной основе, проводят исследования, проводят обучение, семинары. И что самое важное, это все практические вещи, которые ежедневно в практике врачей, натуропатов, онкологов, все это используется. Так условно поделим как бы на три области. Три области, потому что они используются в равных пропорциях, с разными целями, в зависимости от стадии наблюдения. И есть четвертое направление, когда используются при трижды негативном раке молочной железы. То есть вот этот важный показатель гистологический, когда нет рецепторов эстогенов, нет рецепторов прогестерон, нет рецептора ХЕ-2. Ну абсолютно нечувствительность, то есть получается и как бы не найти вот этих природных веществ, которые бы могли бы воздействовать на эти рецепторы. Но тем не менее, и в натуропатической онкологии есть и такие вещества. Итак, первое направление, индол-3-карбинол, ДИМ, ну то же самое, мелатонин, нол-3-ксон, низких дозах. Очень интересно, что, казалось бы, вот мы говорим о фитотерапии, природные вещества. Но нет. Вот в натуропатии, в онкологической, возможно использование синтетических препаратов в маленьких дозах. То есть, и даже не под тем, как бы показаниям, по которым они обычно используются. То есть, берут синтетический препарат, уменьшают его дозировку и вводят как бы свою натуропатическую схему. То есть, я к чему это говорю? А к тому, что вот не обязательно в натуропатии используются исключительно природные соединения. Отнюдь не так. Есть очень много полусинтетических, то есть, когда объединяют природное соединение с синтетическим, и получается такая новая комбинация, когда мы можем уменьшить количество осложнений от синтетического препарата и в то же время дать как бы природный компонент. Ну, это очень интересно, очень современно. Дальше, по первому направлению, перорально-нутривенная альфа-липоевая кислота, артемизин, экстракт из полыни, однолетний, и его полусинтетический вариант называется артесунат. Второе направление. Экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого чая, кверцетин, куркумин, амела, причем разных видов, амела-М для в случае при менопаузе, и амела-П при постменопаузе, и когда есть метастазы, используется метформина во второй схеме, и третья схема, используется рейши, сульфорофан, очень интересный препарат, модифицированный цитрусовый пектин, дальше линой-Семя, коэнзим-ПУ-10, и в третьей схеме детоксикация от жирорастворимых пестицидов, для этого используются хилатные соединения и глутатило. И последняя схема, когда нет рецепторов, об этом я уже говорил, используется также экстракт зеленого чая, дол-трикарбинол, куркумин, экстракт виноградной косточки, и активное коррелированное соединение гексозы, так что сульфорофан, конзим-ПУ-10, метформин. Почему вот в этих схемах, казалось бы, так много разных препаратов? На самом деле, суть в том, что они должны комбинироваться, комбинироваться в разных, скажем так, схемах, и в этих комбинациях они дают наилучшие результаты. То есть, это схемы, которые уже отработаны вот этим обществом натуропатической онкологии, и на этих схемах есть доказанная эффективность. Вот они, собственно, имеют много компонентный, потому что каждый из компонентов, он дает воздействие на какую-то биохимическую цепь. А когда они вместе уже, да, скомбинированы, они уже дают, вот, собственно говоря, какой-то эффект. Или еще по-другому можно сказать, вот эта схема, допустим, первая, да, первая, она является, как бы, неким синтетическим аналогом, допустим, одного лекарства, да, противоопухолевого. Либо с природной точки зрения, да, можно дать схему 0, вот первую схему, но в виде многих компонентов, которые воздействуют на одну биохимическую реакцию. Ну, чуть-чуть я сложно выражаюсь, но смысл в том, чтобы заменить один противоопухолевый агент на сумму природных соединений. Ну, так много сложно, но, в принципе, смысл в этом. Пускай будет их много, многокомпонентные, какие-то взаимозаименяемые, по разным биохимическим цепочкам воздействующие, но это в долгосрочной перспективе смысл в том, чтобы использовать их на биохимический срок. Следующее, почему, собственно, я на эту тему рассуждаю, кто я сам, чтобы рассуждать на такие темы, по поводу профилактики метастазирования после методов химии, лучевой терапии рака молочной железы. Сам я закончил аспирантуру в двух институтах, институт цитологии и Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. там я занимался как раз влиянием природных агентов на параллельферативные активности опухолевых клеток. То есть, я вел клеточные линии, смотрел, как на них воздействуют, на их параллельферацию, как на них воздействуют природные вещества. также я представляю Россию во всемирной натуропатической ассоциации и в этой ассоциации как раз одним из подразделений является подразделение, которое занимается узко, целенаправленно онкологической проблемой. И я также основал фитолабораторию, в которой, собственно говоря, основная задача, которая это делать самому, да, природные вот эти соединения максимально полезные, максимально эффективные, чтобы в них не было консервантов, всяких добавок ненужных, химических, чтобы смотреть, насколько они эффективны, чтобы это действительно получился качественный, природный, натуральный продукт. и и и и и Продолжение следует...